приветствую вас друзья добро пожаловать на канал не меди games project и у меня такое экстренное включение назовем это так а именно небольшое первое впечатление об игре diablo immortal мы все ждали у вас что нет мобильного телефона игру и она вышла вышла на 2 числа я значит сразу пошел скачивать 30 его в говна скачалась и 3 числа я наиграл довольно много часов 5 наверное это даже больше чем нужно для этой игры но давайте по порядку игра говно и это самое главное что нужно не знать но в этой игре есть что-то для каждого и вероятно кому-то она может даже понравится с учетом того что выглядит она вменяемо но плохо поясню почему по и позже несмотря на это на мобилке она будет в принципе выглядеть нормально играться даже более менее вменяемо но на самом деле я играл на писи и это мусор игра является дерьмовый action rpg и совершенно дерьмовейший игрой в плане построения билдов и всего прочего поиграл я только за сорку ну естественно зачем играть за что-то еще если у нас есть сорка причем при этом тут у нас небольшой редактор персонажей который позволяет немножко модифицировать свою так скажем своего аватара и сделать из этого что-нибудь поинтереснее чем просто стандартную модельку хотя на самом деле это все равно абсолютно ни на что не влияет даже в игре в принципе вас никто практически не будет видеть в том виде который вы настроили в начале игры поэтому смело скипайте этот моментик с учетом того что на самом деле выбор там скудненький и наверное это все что есть хорошего в этой игре несмотря на наличие нескольких классов по моему шестих игра не становится интереснее дело в чем дело в том что она абсолютно скучная в плане модификаторов абсолютно не интересная в плане развития персонажей прокачки и она заточена исключительно по то чтобы выманивать из вас донатики это целиком и полностью мобильная дрочильня да так вот происходит и собственно говоря они наверное этого и добивались давайте поговорим чем ты еще кроме того что мобильная дрочильня и ценники здесь воу-воу-воу и постоянная реклама каких-то из специальных предложений лезет короче говоря лотбоксиков здесь тоже подвезли но здесь именно жесткая агрессивная мобильная монетизация кто играл в мобилке более-менее плотника тот же james of war прекрасно знает что такое агрессивная монетизация это когда из всех щелей вам предлагают что-то купить и для объективно хорошего прогресса нужно покупать всякий хлам либо тратить ну нереальное количество времени что на самом деле все равно не сделает вас успешным игроком потому что единственное как вы можете стать успешным игроком diablo immortal это купить миллиард всяких бустеров бонусов скинов и всего прочего что можно купить самое смешное что здесь продаются даже всякие штуки для того чтобы делать всякие челленджи как там рифты и прочая херня не знаю я в третий diablo не играл поэтому не могу там сказать но скажем модифицированные раана на боссов здесь доступны и доступны они за внутриигровую валюту которую можно наверное где-то нафармить что маловероятно может быть каких-то battle pass of там она иногда будет падать ну и так далее тому подобное но в первую очередь ее можно купить и соответственно кто покупает тот фармит более редкие рифты этот собирает больше лута понятное дело понятное дело здесь все очень прикольно разумеется у нас есть battle pass как же без него у нас есть миллиард внутриигровых очей как же без них и собственно говоря триллион дейликов видимо не только дейликов но и вик ну недельных каких-то мероприятий и прочего прочего в общем и целом короче мы что имеем в этой игре это кроме того что нам приходится просто фармить ну больше то мы ничего и не имеем самое смешное что здесь нет смысла фармить билд потому что билдов здесь нет давайте перейдем к плохому к геймплею геймплей нет конечно action rpg визуально выглядит она примере ну приемлемо приятно даже в некоторой степени но тем не менее совершенно бестолково то есть это очередной клон очередной китайской дрочильни что не удивительно это было понятно самого-самого начала я полагаю что так будет и тем не менее узнаваемые персонажи по названию по именам и по историям визуально не очень-то и узнаваемые вообще здесь понапихали всякого добра чисто фан-сервиса из 1 diablo из 2 diablo и вероятно из 3 хотя я не уверен и что мне что-то мне подсказывает что из 3 было перетаскана огромное количество моделек графики и прочего прочего кстати я увидел и графику из того пока которая есть у меня прикиньте то есть тут даже просто челики поленились они не стали там отрисовывать какие-то иконки заново или нанимать там какого-то челика для этого что с ресурсами blizzard в принципе было без проблем с учетом того что делали китайцы они просто купили самые распространенные самые просто замылены в шее глаз уже пак ресурсов и использовали многие вещи оттуда правильно зачем париться зачем что-то делать если можно купить за 10 долларов бандл и надо сказать оттуда каких-то иконок ну наверное так нынче делается большой бизнес трипл эй мобильных продуктов короче говоря визуально это все-таки плохо но почему плохо то потому что персонажи несмотря на то что они узнаются по именам и по истории вроде как а все равно не узнаются визуально дикан каин какой-то странный у нас понапихано короче все и сразу я прям свяжу аналогии с первой диаблой это звук причем шакальный звук из первой диаблы выпадание шмоток при этом шакально перекинутый льерик который даже не похож на льерика похож на какое-то говно ну точнее на в рейт кинга из дота 2 интересно габен подаст в суд на blizzard за то что они сперли в рейт кинга потому что этот льерик больше похож именно на него чем на самого себя тем не менее здесь графиня который на себя не похоже совершенно здесь башня здесь лезвие собирание глаза как в третьем акте в курасте было да и так далее и тому подобное короче говоря это просто понадергенный фан-сервис из первых двух и возможно 3 диаблы не знаю насчет 3 не играл вот и типа знаете как мне кажется это произошло а был бризерту не было совещание они наняли китайцев и китайцам говорят вот тут есть вот этот ваша мобильная дрочильня мы хотим ровно ту же самую дрочильню not скины из 3 диабла на воруйте и собственно поиграть там 1 2 диаблу 3 и просто персонажей узнаваемых заберите боссов там пихните их сделать какую-нибудь что-то похожее на игру и в общем все так получилось диабла immortal почему геймплей на здесь у нас все очень очень плохо у нас есть куча шмоток действительно большое количество шмоток можно на себя напялить это на всякие там перчатки поножи наручи сапоги брони мечи или посохи тут вообще неважно и вместо счета сферы ну короче говоря все это абсолютно не важно потому что все предметы повышают либо дэмэдж либо хп у нас нет больше параметров нас больше нет никаких обилок и всего остального у нас есть конечно на униках какие-то модификаторы но это очень мало это очень скучно и это абсолютно не интересно можно гемать шмотки можно качать уники самое смешное что когда вы меняете один уник на другой вы можете прокачку старого уника кинуть на новый и вам не придется прокачивать новый уник поэтому прокаченные старые уники вам в принципе нахер будут не нужны потому что не перестают быть прокаченным вопрос прокачиваете новые автоматически и на этом все и заканчивается игра строится на том что вы просто лутаете шмотки все лучше лучше и лучше качаете левел и больше ничего в игре не происходит самое смешное что здесь происходит ссаный автолевелинг врагов что не дает вам ощущение прогресса потому что какой прокаченный персонаж бы у вас не был или наоборот не прокаченный вы все равно будете бить монстров примерно с одинаковым усердием то есть прогресса почти никакого нет и начальные локации защищаются ничуть не лучше чем в начале да то есть вот и покачался пришел вернулся и там все то же самое там автолевелинг там вот эти все веселые истории но помните я говорил что билдов здесь нет а их здесь нет знаете почему а потому что скиллов здесь нет древа здесь нет древа здесь нет прокачки скиллов как таковой все что у вас есть это авто качающиеся скиллы которые сами собой качаются с повышением уровня открываются новые сами себя повышают прокачиваются и все что вам нужно выбрать четыре из них для того чтобы в общем-то выставить а в свою менюшку использования скиллов мана кстати нет зато есть кулдауны и в общем-то я бы понял если были кулдауны мана но нет у нас нет маны у нас больше нет мана она больше не нужна потому что а зачем у нас есть хилка которая сама себя пополняет ее не надо покупать их не надо выбивать потому что они просто вываливаются всех монстров виде сфер очень классно очень здорово в итоге у нас нет билдов в итоге у нас нет прокачки как таковой у нас нет ощущения прогресса у нас тупое прохождение набито фан-сервисом и у нас огромное количество ништяков в магазине первое впечатление об диабло immortal это просто кусок мусора этот мусор не стоит времени и внимания всех вообще людей не играйте в это говно не создавайте для китов планктон не стоит это мусор и вероятнее всего мусором останется если вы мне не верите на слово вы можете всегда написать это в комментиках и сказать давай поиграем на стриме вдруг с кланами и в хай-энд игре скажем так в эндгейме будет очень весело здорово и задорно ведь ты не разобрался напишите в комментариях если вдруг вам так кажется и мы действительно постримим этот мусор и вы убедитесь в том что это кусок говна не игра собственно говоря она говеная как игра и это уже говорит о многом но она еще более говеная как диабло это не диабло как таковая это не сюжетно интересная игра с крутыми синематиками которыми помним мрачной атмосферы и всем тем что по идее здесь должно было бы быть это просто китайская дрочильня которую одели в скины 3 диабло ну и назвали там пару-тройку имен которые нам были знакомы из серии и все взяли обернули сраную дрочильню в обертку от серии диабло назвали это диабло иммортал сказали у вас что нет мобильного телефона и выпустили это говнище на рынок однозначно не рекомендую никому не любителям жанра не любителям мобильного гейминга не любителям диабло тем более это просто кусок говна тупое говно тупого говна и никак иначе ну делитесь мнением хотите посмотреть тоже пишите ну и подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки вдруг вы считаете что я не прав делать короче всякие активности подписывайтесь на группу вконтакте на мой инстаграм на даже фейсбук можно подписаться кстати и в общем это все сделать все эти штуки залететь дискорд и короче говоря пока пока ребят скоро увидимся надеюсь если я не умру от кринжи которая словил играя в этот мусор пока